Наметившаяся позитивная динамика между Белоруссией и США станет новым этапом отношений. Такое мнение сегодня высказал президент Александр Лукашенко на встрече с представителем Пентагона. Заместитель помощника министра обороны Майкл Карпинтер находится в Минске с трехдневным визитом. Проведен уже ряд переговоров в Минобороны и внешнеполитическом ведомстве Беларуси. Во время встречи глава государства обратил внимание на то, что отношения Беларуси с Западом слишком политизированы. Несмотря на это, официальный Минск готов обсуждать с западными партнерами любые вопросы. У Беларуси с западным миром, Соединенными Штатами Америки наметился некий позитив. Я бы очень хотел, чтобы это был новый этап наших отношений. Если искренне говорить, то на наши отношения давит еще и политика. Политизированность наших отношений слишком высока. Я думаю, нам бы не мешало обратить свои взоры, прежде всего, на экономику, на торгово-экономические отношения с Соединенными Штатами Америки, с Западной Европой, с Европейским Союзом вообще. И это хорошим бы было фундаментом построения добрых отношений в будущем, по всем направлениям. Мы готовы обсуждать с вами любые проблемы. Мы готовы сотрудничать с Соединенными Штатами Америки. И не только потому, что это глобальная империя мировая, ведущее государство мира, с которым сотрудничают все. Еще и потому, что это у нас никогда не вызывало аллергии. Наше общество к американцам абсолютно хорошо относится. Несмотря на всякие противостояния, которые были еще недавно, санкции и так далее. Наш народ добрый, образованный и понимает, разбирается в тех процессах, которые происходят в мире. Поэтому давайте будем налаживать отношения в духе пожеланий наших народов. Майкл Карпентер отвечает в Пентагоне за Россию, Украину, Евразию и Западные Балканы. На встрече в Дворце независимости речь шла и о нашей южной соседке. По мнению белорусского лидера, сбалансировать ситуацию в Украине без США невозможно. Несколько шагов со стороны Вашингтона по урегулированию ситуации на востоке Украины смогут прекратить конфликт, жертвами которого стали более 9 тысяч человек. Сбалансировать ситуацию здесь, имея в виду Украину, другие тенденции без Соединенных Штатов невозможно. Это моя твердая убежденность. Я не единожды об этом заявлял публично. Еще до Минского соответствующего саммита, нормандской четверки, я предлагал к этому, к регулированию этого кризиса, подключить Соединенные Штаты Америки. Время прошло, я оказался прав. Я больше скажу, если Соединенные Штаты захотят завтра прекратить войну на востоке Украины и сделают несколько шагов в этом направлении, эта мясорубка там будет закончена. Белорусская сторона не в восторге от активизации Североатлантического альянса, так называемого продвижения НАТО на восток. Однако президент не склонен демонизировать этот процесс. Александр Лукашенко убежден, что НАТО не собирается воевать с Россией или Белоруссией. Ни Америке, ни Европе не нужен еще один конфликт в Восточноевропейском регионе. Подробности в наших следующих выпусках.